МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках своих полномочий Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области реализует в нашем регионе четыре федеральных проекта в рамках национального проекта «Экология». Это такие проекты, как «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна» и «Оздоровление Волги». О ходе реализации этих проектов на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона доложила министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина. Для реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в текущем году региону выделены финансовые средства в размере 43,6 миллиона рублей. На увеличение площади лесовосстановления на неарендованных участках – 2,8 миллиона рублей. На оснащение подведомственных учреждений лесохозяйственной техникой – 2,2 миллиона рублей. Средства внебюджетные – 38,6 миллиона рублей. В настоящее время выполнены работы по искусственному лесовосстановлению на сумму 2,2 миллиона рублей. Проведены торги на закупку лесохозяйственной техники на сумму 2,5 миллиона рублей. Кассовое исполнение по реализации федерального проекта «Сохранение лесов» на текущий момент составило 3,3 миллиона рублей. Кроме того, за три года реализации проекта региональный парк лесной техники обновлен более чем на 50%, а обеспеченность техники составила 100%. В целом, реализация всех мероприятий на территории Ульяновской области осуществляется в соответствии со сроками, установленными паспортом федерального проекта «Сохранение лесов». Рисков невыполнения запланированных результатов нет. Кроме того, в продолжение встречи гувернатора Ульяновской области с руководителем Рослесхоза достигнута договоренность о проведении в текущем году на территории Майнского района работ по лесоустройству и также увеличение финансирования на закупку оборудования и техники на 2023-2024 годы. Кроме того, подтверждено проведение в текущем году в июле месяце второго форума под цифровизацией лесного хозяйства 2022. В части реализация федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». К нами продолжается работа по разработке проектно-сметной документации по расчистке первых 9,7 километров реки Свияга. В текущем году мы планируем приступить к работам. Также в июле месяце после прохождения нерестого периода мы приступаем к экологической реабилитации левого притока реки Волга – это Юрманский залив. Общий объем финансирования – 100 миллионов рублей. Также в продолжении встречи руководитель Нижневолжского управления Пономарева Николай Николаевич с губернатором Ульяновской области достигнута договоренность о проведении работ по экологической реабилитации Ивановского залива. В текущем году мы начинаем проведение работ по разработке проектно-сметной документации. Также в текущем году субъект планирует приступить к работам по рекультивации полигона Красный Яр на территории Заволжского района. Проводятся работы по разработке проектно-сметной документации по рекультивации шести несанкционированных свалок. Четыре свалки – это город Ульяновск, одна свалка в Барышском районе и одна свалка в Сенгелеевском муниципальном образовании. Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Оздравление Волги» мы приступили к работам по рекультивации нефтезагрязнения на территории памятника природы Виновской рощи. Также начаты работы по разработке проектно-сметной документации по рекультивации мазут-хранилища на территории Нижней террасы. Непосредственное участие в реализации на территории области национального проекта «Экология» принимает также и региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Говорит министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области Александр Черепан. Мы реализуем по национальному проекту «Оздоровление Волги» комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Несколько слов об «Оздоровлении Волги». Мы ставим задачей снижения объема сточных вод, которые сбрасываются неочищенные в реку Волга, в три раза с 94,5 миллионов кубов до 31 миллиона кубов. Соответственно, данная программа реализуется путем реконструкции и модернизации очистных сооружений. Мы включили 10 объектов в федеральный проект и объем финансирования на весь период действия до 2024 года данной программы составляет 4,6 миллиарда рублей средства федерального бюджета, 142 – это консолидированный бюджет региона. То есть, в целом, мы имеем 4,7 миллиарда рублей на цели «Оздоровления Волги». Часть объекта мы уже завершили. Это и Левобережье, и Ульяновск. Активно ведутся работы по правобережной части главных очистных сооружений. И мы приступили в этом году к реализации проекта трехлетнего на территории Левобережной части города Ульяновска. Это реконструкция биологии Левого берега Ульяновска. И буквально 24 мая заключен контракт на модернизацию очистных сооружений города Барыша. Особенно в этом году в условиях санкционных идет сложная работа в части поставок импортного оборудования. Были проблемы с поставками нержавеющих элементов. Сегодня эти поставки случились. Работа подрядчика в полном ходе возобновлена по монтажу нержавеющих труб. Остается ряд задач по решению вопросов с автоматикой. Мы подключили сюда ряд организаций, которые занимаются импортозамещением и организацией поставок по альтернативной логистике. Что касается второй проблемы, это вопрос удорожания. Мы с коллегами максимально используем механизмы, которые разработала Минстрой Российской Федерации в части пересчета сметной стоимости и направления заявок на дополнительное финансирование. Что касается общественной значимости данных мероприятий, мы на регулярной основе знакомим жителей региона с ходом работ, в том числе организуем и пресс-туры, и ввозим туда студентов. В части комплексного обращения с системами с твердыми коммунальными отходами мы ставим задачу к 2030 году обеспечить устойчивое функционирование и обеспечить сортировку отходов в объеме 100%, с снижением объема отходов, направляемых на полигоны в два раза. Для достижения этих показателей мы имеем на территории региона сегодня 4 объекта сортировки, 1 объект обработки отходов и 4 объекта размещения отходов, принимающих ТКО. Что касается показателей, то в целом по региону мы эти показатели выполняем, они связаны с долей ТКО, которая направляется на сортировку, на захоронение и, соответственно, на утилизацию. Главная цель, еще раз повторюсь, это снижение доли размещения отходов на полигонов и направление их на утилизацию, то есть на переработку и вторичное использование. И только малая доля уйдет для захоронения на полигоны. Отмечу, что проводятся еженедельные сейчас совещания с региональными операторами, которые ставят главную цель модернизацию систем обращения с ТКО, направленных именно на решение двух задач. Это обеспечить стопроцентную сортировку и обеспечить переработку и последующую утилизацию. 9 числа нами запланирована поездка для изучения опыта и проведения семинара в Подмосковье. Состав делегации сформирован, я ее возглавлю, и мы направимся для изучения лучшего опыта в организации работы и финансовых механизмов оздоровления этой ситуации. Что касается темы раздельного сбора, мы активно участвовали в прошлом году, более 700 контейнеров получили по финансовому помощи Минприроды Российской Федерации, такие желтенькие контейнеры поставили для раздельного сбора. В этом году мы также подали заявку. 6 апреля Минприроды объявили, конкурс проводят по отбору объектов для размещения, и соответствующую заявку мы направили. На сегодняшний день осуществление отлаживания системы по раздельному сбору соответствует нормативному содержанию местного накопления. Мы ведем активную работу по контролю за состоянием контейнерных площадок совместно с Общественной палатой организации уборки, особенно в рамках субботника. Работа очень сложная, имеющая огромный социальный резонанс в случае каких-то сбоев. Отмечались нарушения в работе региональных операторов, организации работы на территории муниципальных образований по формированию соответствующих контейнерных площадок мест временного накопления ТКО и соблюдения графиков уборки и регламентов санитарной очистки. Наличие таких замечаний, по мнению министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области Александра Черепана, с которым, кстати, согласился и губернатор Алексей Русских, говорит о том, что для выполнения поставленных задач работы впереди предстоит еще много. Экосфера Вы слушаете радио России Ульяновск У микрофона журналист Евгений Слюняев. В течение всей прошедшей недели по области прокатилась настоящая волна различных культурно-массовых мероприятий, связанных с Международным днем защиты детей и началом сезона летнего детского оздоровительного отдыха. Пожалуй, одним из наиболее ярких среди них стал традиционный митинг-концерт, который ежегодно проводят воспитанники и педагоги детского сада номер 148 в городе Ульяновске, возглавляемого отличником народного просвещения Ниной Павловной Сосиной. На каждое подобное мероприятие в детский садик в качестве почетных гостей всегда приглашаются ветераны Заволжского района. И вот как оценила значимость проведения таких мероприятий заместитель главы города Ульяновска Инна Митрофанова. Я сегодня проехала очень много мероприятий. У нас на территории города открылись муниципальные детские лагеря при школах, учреждениях доп. образования. Также у нас есть лагерь Деева, лагерь Орленок, Огонек, который откроется 9 числа. И вот это все вместе сегодня такой праздник открытия летней оздоровительной кампании. Открываем наш проект, который на территории города действует уже второй год. И мы его немножечко тоже по-своему изменили. Это «Лето во дворах». В 40 дворах три месяца будут разные программы. Это межведомственные проекты. Мы надеемся, что дети, которые не уезжают ни в лагеря, ни в какие-то поездки, они тоже прекрасны в своем собственном дворе. Их будут там развивать, с ними будут играть. И я думаю, что лето будет полезным и для них. Сегодня во многих учреждениях и дошкольных, и в школах все мероприятия посвящены Дню защиты детей. Самое главное, о чем мы говорим, это безопасность. Мы хотим, чтобы наши дети росли в условиях безопасности, чтобы они соблюдали и правила дорожного движения, чтобы они были здоровы, чтобы они были счастливы, и чтобы находились вот такие островки и места, где они могут развиваться. Это прекрасный детский сад. Сегодня по традиции у них такое мероприятие является симбиозом патриотического и Дня защиты детей. Поскольку связь поколений очень важна. Здесь, в этом детском саду, традиционно, ежегодно встречаются дети войны и дети современности. Взрослое поколение и юное поколение вместе отмечает современный праздник День защиты детей. Страницы прошлого листая О старинной рукописной книге рода Гончаровых Сегодня мы расскажем вам вместе с заведующей сектором научной работы Музея Гончарова Ириной Маршаловой. В 1907 году в Музей Симбирской губернской ученой архивной комиссии поступила рукописная книга в коричневом кожаном переплете с тиснением и фрагментом застежки, медной петлей. Почти 90 лет после этого события книга находилась в музее, сначала Симбирской архивной комиссии, а потом Ульяновском краеведческом. Первые небольшое описание и публикация фрагментов рукописной книги были осуществлены членом архивной комиссии по сбору материалов о жизни и творчестве Гончарова Михаилом Федоровичем Суперанским именно в 1907 году. Суперанский также закрепил за семейным хронографом название «Летописец», а первое и единственное печатное издание этой книги в 1996 году с фоксимильным воспроизведением текста рукописного памятника осуществила старший научный сотрудник музея Гончарова Юлия Михайловна Алексеева. «Летописец», как показывают записи, после смерти матери писателя хранился в семье брата Николая Гончарова. Мать романиста Авдотья Матвеевна Гончарова, урожденная Шахторина, происходила из симбирской мещанской семьи. Примечательна запись в летописце о женитьбе Александра Ивановича Гончарова, симбирского купца Третьей гильдии, на Авдотье Матвеевне. 1804 года, сентября 23 дня, Александр Иванов Гончаров женился на второй жене Авдотьи Матвеевне Шахториной. Лет было Гончарову 50, Авдотье Матвеевне 19 лет, 6 месяцев. Старший брат романиста Николай Александрович Гончаров – видный литературный и общественный деятель симбирской губернии середины XIX века. Преподавал русский и славянский языки в Мариинском училище. Являлся членом комитета Карамзинской библиотеки, редактором неофициального отдела симбирских губернских ведомостей. После смерти брата Николая домашний хронограф перешел к его сыну Александру. Племянник писателя Александр Николаевич – автор очерков на оценке «Последние магикания на дороге», получивших благожелательный отзыв Льва Толстого. Именно Александр Гончаров передал книгу в музей симбирской губернской ученой архивной комиссии. Сегодня подлинник семейной рукописной книги находится в фондах Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова. Всего листов в летописце – 138. На девятом листе оригинала имеется стертый рисунок – Христос, распятый на кресте. Бумага хронографа старшей книги. Ее водяной знак – герб Амстердама. Это филигрань голландской бумаги 1680-1690 годов. Количество и последовательность частей летописца следующие – «Повесть Страсти Христовой», «Повесть о крестном сыне», «Московский летописец» 1725-1733 годов, «Собственный семейный хронограф» 1733-1889 годов. Примечательно, что некоторые записи в летописце составлены с помощью особого типа письма – московской скорописи, применявшейся в России наряду с другими разновидностями быстрого писания со второй половины XIV до начала XIX века. Делалось это преимущественно для практических целей – ведения хозяйственных, административных, дипломатических бумаг. Составителем летописца в наибольшей степени явился дед писателя – Иван Иванович Гончаров, который со второй половины XX-х годов XVIII века начал списывать с неизвестного памятника текст повести, называемый исследователями обычно «Страсти Христовы». Фигура деда-романиста примечательна вдвойне. Осуществив в период с 1733 по 1746 год довольно скорое продвижение по служебной лестнице от писаря до капитана, о чем сделаны обстоятельные записи на страницах домашней рукописной книги, по социальному положению он приблизился к кругу служилого дворянства. Эти и подобные упоминания в летописце дали возможность Юлии Михайловне Алексеевой продолжить линию биографа-писателя Михаила Федоровича Суперанского и уточнить спорное сословное положение семьи Гончаровых, которое менялось на протяжении XVII, XVIII и XIX веков. С середины XVII века Гончаровые были военными служилыми людьми и, как многие из этой категории населения, занимались торговлей. К концу XVII – начало XVIII веков они, имея определенные заслуги, будучи на службе в привилегированных частях русской армии, приблизились по своему положению к мелкопоместному дворянству. В 1720-х годах основным занятием Гончаровых на короткое время становится торговля. По непосредственной отцовской линии писателя наблюдается выход на государственную службу, кормление удел. Затем в середине XVIII века Гончаровы, полиняться, получают дворянство. В конце XVIII – начале XIX века основным занятием семьи становится торговля и предпринимательство. Второй аспект, характеризующий личность Ивана Ивановича – глубокий интерес к духовным повестям, а также истории российского государства в целом. Завершив в 1728 году работу по переписыванию с неизвестного источника в домашний летописец средневековой русской повести «Страсти Христовы», Иван Иванович принимается за повесть о крестном сыне. Оба литературных памятника генетически восходят к нескольким текстам, в том числе переводным. В первом случае – варьирующим тему испытаний, мученической смерти и воскресения Иисуса Христа, а во втором – проблему непоколебимости веры в Бога, идею воздаяния за праведную жизнь и наказания за грехи. Также Иваном Гончаровым сделана капилляция московского летописца, а в 1730 году ему, видимо, в голову пришла идея продолжить московский летописец семейным. В период вписывания дедом-романиста московских событий в домашнюю книгу, упоминания о политических и социальных переменах в жизни страны все чаще перемежаются с записями о состоянии личных дел семейства Гончаровых. Где-то с 1742 года хроника становится общей. Семейные, исторические, метеорологические записи идут вперемешку. Подобная камерность взглядов Ивана Ивановича, помимо общероссийской, решившего вести еще и семейную хронику, представляется не случайной. Начиная с 17-го столетия, по замечанию специалиста в области средневековых летописных сочинений Андрея Платоновича Богданова, когда Россия вступала в новый период своей истории, интереснейшим явлением стало развитие жанра личных и фамильных летописей, посвященных описанию, наряду с событиями политической и военной истории, жизни самих авторов и их семейств. Таким образом, на обороте седьмого листа хронографа на равных правах оказываются скорбный отрывок, повествующий о смерти отца Ивана Ивановича и запись о военно-политической кампании тех лет. Родители мои, Иван Лаврентьев, сын Гончаров, представился 1767 года, апреля 20-го дня, в день Феодора Трехины. Лето 1768 и 1769 годов была с турком война, продолжалась даже до 774 года, до января месяца. К сожалению, установить авторство всех записей вряд ли возможно. Исследователи рукописной книги называют следующих летописцев гончаровского рода. Зачинатель хронографа Иван Иванович Гончаров. Затем его сын, симбирский купец Третьей гильдии, хлеботорговец Александр Иванович. Одна из записей на листе 10-м, очевидно, принадлежит Николаю Николаевичу Трегубову, отставному морскому офицеру и крестному отцу детей Гончаровых, проживавшему в первой половине XIX века в их доме в Симбирске. Последние свидетельства об изменениях в жизни семейства сделаны правнуком Ивана Ивановича Александром Николаевичем Гончаровым в 1889 году. После Ивана Ивановича семейные заметки в летописце велись уже не в хронологическом порядке, а вписывались туда, где находилось для них свободное место. Помимо нарушения последовательности записывания фамильных событий Гончаровыми, оказался нарушен порядок следования листов в хронографе. Такое положение возникло в ходе реставрации в Москве в конце 1980-х годов. Во-первых, из-за отсутствия в то время архивной погинации, и во-вторых, из-за отсутствия владельческой погинации в семейном летописце. Она и не могла быть, поскольку Гончаровы, особенно после Ивана Ивановича, вписывали текст куда попало, как бы в порожшие места и страницы. Разброс фактов и памятных дат несколько затрудняет понимание оригинала, однако не препятствует целостности восприятия литературного памятника, на страницах которого личная участь человека соизмерима судьбой всего государства, а давно отжившее, когда-то виденное и слышанное читается в настоящем и оказывается непосредственно связано с ним. Такое взаимопроникновение частного и общего, жизни человека и окружающее его пространство в летописце семьи Гончаровых читается в многочисленных упоминаниях о небесных знамениях, грозных погодных явлениях, религиозно-мистических, взаимосвязанных с рядом политических, социальных, внутрисемейных изменений. На листе восьмом обороте. От Адама лета 7238-1730 февраля против 5 числа в ночи, в четвертом часу на сырной неделе, в среду против четверка, было знамение на небеси, на северной стороне, близ востока, да на западной стороне было светло, акисветлое утреннее заря. И светлее того потом были на сих местах столбы превеликие, разноцветные, а потом оные места после столбов стали печами огненными и багровыми. Того же году, января 18 числа, в первом часу полночи, болезную от той и приставившей, державнейшей, великий государя, Петр Алексеевич, второй император и самодержец Всероссийский, а царство его было три года. Историю собственной семьи продолжали фиксировать следующие поколения Гончаровых. И что особенно ценно, летописец содержит запись о рождении Ивана Гончарова. Так и написано. 1812 года, июня шестого дня, родился сын Иван, а именинник июня двадцать четвертого дня. Запись сделана рукой отца будущего писателя, купца Александра Ивановича Гончарова. Он весьма успешно вел торговлю хлебным зерном, а также открыл свечной завод. В Симбирске его очень уважали, несколько раз избирали городским головой. Портрет Александра Ивановича не сохранился. Однако, сохранилось его описание. На портрете старик Гончаров изображен видным мужчиной среднего роста, белокурой, с голубовато-серыми глазами и приятной улыбкой. Лицо умное, серьезное, на шее медали. В свою очередь Авдотья Матвеевна, мать писателя, была необыкновенно умной женщиной, нравственным авторитетом. Дети относились к матери с любовью, благодарностью и уважением. На единственном сохранившемся портрете матери изображена круглолицая, миловидная женщина с темными задумчивыми глазами, с выражением природного ума и одновременно мягкости и покоя во всем облике. «Наша мать была умница. Она была решительно умнее всех женщин, каких я знаю», писал Иван брату Николаю. Историка Мемориальный Центр Музея Гончарова сегодня обладает уникальной, одной из самых обширных и значительных коллекций подлинных вещей и документов писателя, его родственников и окружения. Эти раритеты представлены в экспозиции не только традиционно, документально, предметно, но и экспонируются в сенсорных киосках, демонстрируются на ЖК-экранах, частично представлены в интернет-пространстве. А Гончаровский хронограф даже размещен в оцифрованном виде на сайте Краеведческого музея. Старинную рукописную книгу рода можно рекомендовать каждому, кто желает приобщиться к семейной хронике Гончаровых, сумевших включить историю своей семьи в поток всемирной истории. Прогулки по заповеднику В музее Симбирской чувашской школы квартире Ивана Яковлевича Яковлева Государственного музея заповедника Родина Ленина открылась удивительная, очень необычная выставка под названием «Время первых. Спортивный взлет 1950-х». Посвящена она первой и, увы, пока единственной победе сборной команды нашей страны в финале Кубка Европы по футболу. Рассказывает методист Музея заповедника Родина Ленина Нина Литвинова. Сначала я хочу сказать, кто выступил организаторами этой выставки, инсталляции «Время первых. Спортивный взлет 1950-х». Это Государственный музей спорта «Город Москва». Это музей-заповедник Родина Владимира Ильича Ленина и Ульяновское училище «Техникум Олимпийского резерва». Что же собой представляет эта выставка? Первое такое пространство – это квартира-инсталляция 1960-го года. Это полностью атмосфера того времени. Все предметы подлинные. Здесь есть комнаты, прихожая, кухня, большая комната, зал, мебель. Все предметы обстановки. То есть, как нам рассказывали сотрудники музея спорта, они их находили или у частных коллекционеров, или даже на рынках, или даже что-то приносили вообще из своих домов, из квартир. И, конечно, люди, когда сюда попадают, ну, действительно, какая-то ностальгия по тому времени. Кто еще застал то время. Может быть, кто-то помнит квартиру своих бабушек, прабабушек. Ну, абсолютно все. И что еще самое интересное, что можно прийти на эту выставку, посидеть, потрогать, подержать в руках. То есть, все это разрешается. Обычно в музеях говорят, ни в коем случае нельзя трогать. Это же экспонаты исторические. Нет, вот на этой выставке это делать можно. Но, конечно, аккуратно и постараться не уносить с собой сувенир домой. И, конечно же, сама обстановка говорит, чем увлекались люди, которые жили в это время. На стенах можно увидеть фотографии писателей любимых, певцов, актеров. Ну, что было свойственно тому времени. А еще важно, что, когда мы попадаем в эту квартиру, раз все-таки у нас тема выставки посвящена спорту, это, конечно, квартиры людей, которые занимаются спортом. Сразу обращают на себя внимание велосипеды, боксерские перчатки, теннисные ракетки. И в то же время это люди, которые заядлые такие болельщики футбольные. Потому что здесь по всей квартире можно увидеть и какие-то журналы, связанные с футбольной тематикой, книги на полке можно увидеть, можно увидеть газеты со статьями об известных матчах. Поэтому сразу это становится в квартире понятно. И вторая часть вот этой выставки, это уже второй зал, который рассказывает об одной нашей знаменитой победе, победе нашей сборной по футболу в 1960 году в Париже. Это когда наша сборная команда завоевала Кубок Европы по футболу. Она играла с командой Югославии. И второй зал как раз рассказывает об этом событии, где можно увидеть, конечно, и фотографии этих футболистов. Можно увидеть форму того времени. Можно послушать рассказы об этих футболистах. Кстати, вот третья часть нашей выставки, это тоже очень важно, это, конечно, видеоконтент, который рассказывает и о том времени, какие-то знаменитые события, которые были в 1960 году. Какая-то кинохроника, связанная, например, с рассказом об обстановке квартиры в 1960 году. И, конечно же, рассказы о футболистах, членов команды сборной СССР в 1960 году. Знаете, конечно, потрясающее впечатление. Эмоции буквально захватывают от того, что я сижу здесь внутри этой самой выставки. Тут слева от меня старинный телевизор, справа старинный холодильник в Днепр. Надо мной абажур. Действительно, все из того времени. Скажите, а вот герань в горшке в углу, это тоже экспонат? Конечно. Герань к нам приехала из города Москва. Сотрудники Музея спорта специально везли именно этот цветок для того, чтобы создать эту атмосферу квартиры 1960 года. Герань в то время была тоже распространена цветком. И вот сейчас он здесь находится. Мы за ним ухаживаем, поливаем. Надеюсь, что он нас выживет и вернется к себе уже обратно в свой родной город. Вот такой живой экспонат. Да, живой экспонат в нашей квартире 60-х. Я понимаю, что обо всех экспонатах этой выставки рассказать невозможно. У нас для этого просто и нет времени. Ну, о некоторых из них, о самых интересных, о самых захватывающих, о самых ценных, может быть, с исторической точки зрения. Наверное, действительно уникальные экспонаты это копия Кубка Европы по футболу. Причем хочу подчеркнуть официальная копия. Официальная копия. Ну, наверное, футболисты, спортсмены знают, что тот кубок, который получает клуб победивший, он остается в клубе несколько лет, а уже потом передается следующей команде, которая победила на финале. Он потому так и называется, переходящий. Переходящий. Но для команды, для клуба специально изготавливается официальная копия. И вот как раз эту официальную копию можно будет увидеть на нашей выставке. И второй тоже очень ценный экспонат. Это золотой мяч. Ежегодная футбольная награда, которая присуждается лучшему футболисту. Причем лучшему футболисту Европы. Европы. И как раз вот на нашей выставке представлена награда. Золотой мяч Льву Яшину. Я тоже думаю, что этот факт многие знают, что Лев Яшин до сих пор остается единственным на планете вратарем, который выиграл награду золотой мяч. Но правда не в 60-м году, а в 1963 году. Да, потому что, как правило, золотые мячи вручаются нападающим, защитникам. Из вратарей такой чести удостоился только советский вратарь Лев Яшин. Ну и поэтому посетители нашей выставки как раз эту награду могут и увидеть. Я уже говорила, что основная часть выставки это видеоконтент. И вот когда посетители будут знакомиться с видеоконтентом, то они узнают удивительные истории каждого члена команды. Ведь это поколение, которое выросло после войны. И вот как эти мальчишки, которые тогда только начинали увлекаться спортом, как они пришли к тому, что стали такими известными футболистами. Можно узнать такие истории, как, например, интересная история про Михаила Месхи, крайнего нападающего. Он придумывал для себя вообще оригинальный способ тренировки. Он гонялся за бабочками в поле. Это действительно история. И тем самым он отрабатывал скорость и реакцию. И вот, возможно, как раз именно так он оттачивал свой фирменный финт. И с помощью этого фирменного финта он, конечно, мог даже соперничать с бразильскими футболистами. Вот такая интересная история. Интересная очень история про еще одного нападающего этой команды Виктора Понедельника. Кстати, он забил решающий гол вот в этом финальном матче в ворота соперника. Фамилия его, сами понимаете, очень звучная. За эту звучную фамилию очень любили его журналисты. И как только они ее не обыгрывали. И вот, например, произошла такая интересная история, но это уже было позже. Это уже была другая игра. И играла наша сборная с командой Мали. И вот, представляете, идет матч. Виктор Понедельник ударяет по мячу. Мяч летит и попадает в перекладину в ворот. А на перекладине сидит обезьян. Дело в том, что команда Мали возила с собой обезьяну на каждый матч. Потому что это был символ ее команды. И вот, представляете, сильный удар. Мяч ударяется. Бедная обезьянка от неожиданности просто падает на землю и вообще теряет сознание. Все всполошились. Матч прекратился. Но через некоторое время символ Мали ожил. Все было в порядке и взобрался на то же самое место. И матч продолжился до конца. И, конечно же, журналисты эту тему просто не могли обойти. И на следующий день в газетах появилась статья с названием «Понедельник убил обезьяну». Это вот только одна из этих историй, которая с помощью видеоконтента представлена нам Государственным музеем спорта. Еще был известный нападающий Валентин Иванов, также в составе этой сборной, про него вспоминают так, что он себя вел часто очень эгоцентрично на поле. И его даже сравнивают с известным мимом Марселем Марсо. Как же он вел себя? Вот если атаки его команды глупо срывались, то он мимикой, голосом просто уничтожал провинившегося партнера. Если же ему самому не удавалось провести какой-то маневр, то с трибун его адрес летело. Догадайте, что могла скандировать ему? Публика на трибунах, как они могли его называть? Так, подскажите мне, это как-то связано было с его фамилией? Нет, вот я вам подскажу. Можно сказать, что они кричали ему так. Тебе бы в балете танцевать, а не футболом заниматься. Они кричали ему «Балерина!» Это такой скандированный с трибун был. Но тоже интересная история, и таких историй можно привести очень много, действительно очень интересно. Ну, например, вот все предметы, которые в квартире, если к нам посетители придут на экскурсию, то через предметы, которые находятся в квартире, мы можем рассказать историю о каждом футболисте. Обезьянка, керамическая фигурка, вот она как раз напоминает об истории с Виктором Понедельником. Из команды Малии. Да, и о команде Малии. Но много-много чего может рассказать нам вот об этих известных футболистах. Вы так интересно рассказываете и о выставке, и об истории спорта. Скажите, а вы сами увлекаетесь спортом? Вы спортивная болельщица? Я всегда увлекалась спортом, спортом занималась, но болельщицей я, можно сказать, никогда не была, тем более футбольным болельщиком. Но атмосфера этой выставки, вот какая-то удивительная энергетика, знакомство с историей каждого члена нашей сборной просто убеждает меня в том, что окажись я сейчас в то время, я обязательно бы находилась на трибунах футбольных и болела бы за нашу команду. Я думаю, что никого вот эта история не оставит равнодушным, кто даже был незнаком до этого с этой историей. Поэтому хочется, чтобы на нашу выставку приходили и вот эту историю узнавали. Как сказала в интервью директора Государственного музея спорта Елена Александровна и Стягина-Лисеева, что сейчас время исторических ревизий. То есть мы смотрим, что было в нашей истории. Вот эти победы, спортивные победы, очень многие истории, связанные со спортсменами, которые прошли войну, что они нашли в себе эти силы подняться, восстановиться и быть вот такими победителями. И, конечно, молодые люди, которые будут приходить к нам, они будут знакомиться вот с этими героями. Хочется, чтобы именно эти герои вошли в их сознание, что мы действительно гордились бы этими историями. И я надеюсь, что эта выставка поможет нам в этом. Ну и, конечно, тема футбола, потому что футбол – это одна из самых популярных спортивных игр в мире. Я где-то даже слышал такую фразу «футбол – это жизнь». Действительно, футбол – это жизнь. И за футбольными вообще баталиями следят люди разных поколений. И вот эти футбольные победы, конечно, объединяют нас всех. Как раз эта выставка, она и хранит историю этой Великой Победы. И мы гордимся этой победой и по сегодняшний день. И давайте еще раз пригласим всех наших радиослушателей посетить вашу выставку и скажем, где она проходит, как это можно сделать. Мы вас приглашаем в музей Симбирской Чувашской школы квартиры Ивана Яковлевича Яковлева. Наш адрес – улица Воробьева, 12, и телефон, по которому вы можете позвонить – 32 85 21. Выставка продлится по 9 июля 2022 года. Приходите, мы вас ждем. Вы слушаете программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодняшние вечерние передачи для вас подготовили звукорежиссер Светлана Дубровина и журналист Евгений Слюнеев. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok